Добрый вечер. Появление в городе новых брендов всегда вызывает ажиотаж. Направление деятельности новой компании и то, как ее выход на рынок может повлиять на жизнь людей, определяет степень накала страстей. И чем крупнее новый игрок рынка, тем больше шума, опасений, скептических ожиданий или наоборот радостного ликования по поводу его прихода. В сегодняшнем выпуске программы мы рассмотрим именно такой случай. В центре внимания Теле2, которая уже успела заявить о своем бренде в Саратове. 4 апреля на проспекте Кирова в Саратове появилась интерактивная стена голосования. Она призывает жителей города, которые устали переплачивать за разговоры по телефону, голосовать за Теле2. Это новый оператор мобильной связи в нашем регионе, который обещает встряхнуть телекоммуникационный рынок Саратовской области своими низкими ценами. Как показывают опросы, жители Саратова по-разному реагируют на обещания Теле2. Студент Роман давно хотел, чтобы оператор Теле2 появился в Саратове, поэтому кнопку «Я за» нажал не раздумывая. Я слышал в других регионах то, что она пользуется очень большой популярностью, но не ожидал встретить ее здесь. Все хотят честно разговаривать, честно общаться за небольшую сумму, а этот оператор предоставляет такую возможность. Я жду, конечно же, низких цен на разговоры, доступных цен на интернет, чтобы также… ну и, конечно же, качественную связь. Каждый, кто голосует за Теле2 на площади Кирова, получает сертификат. Этот сертификат дает возможность его обладателю получить весьма приятный бонус – целых 500 рублей, которые будут зачислены на счет мобильного телефона при подключении к Теле2 на грандиозном празднике, который состоится через месяц. Получить такой сертификат также можно на сайте za.tele2.ru и в специальных фотобудках, установленных в торговых центрах «Лазурный», «Оранжевый» и «Форум» в Саратове. Кроме сертификата, сторонники низких цен получают в фотобудке моментальную фотографию на память. Даже если вы не успели проголосовать и получить бесплатный сертификат, новый мобильный оператор приглашает вас принять участие в празднике «Теле2» зажигает свет мобильного общения, который пройдет на театральной площади 16 мая, где вы сможете не только отлично провести день с друзьями и семьей, но и получить бонусы за подключение. В России Теле2 работает с 2003 года. На сегодняшний день компания обслуживает свыше 35 миллионов абонентов в более чем в 60 регионах страны. Насколько увеличится число клиентов «Теле2» после запуска бренда в Саратове и на что они смогут рассчитывать в дальнейшем, эти вопросы пока остаются открытыми. Информацию об этом мы решили получить из первых уст и сегодня мы встречаемся с региональным управляющим директором «Теле2» Саратов Михаилом Кайгородовым. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я рад оказаться в этой студии и ответить прямо и честно, как принято в компании «Теле2». Михаил, ну что ж, первый вопрос вот тогда вам. В рамках рекламной кампании «Теле2» много говорится о переменах. А как вы сами относитесь к переменам? Я абсолютно позитивно. Особенно если эти перемены несут что-то полезное для людей. Я считаю, что приход компании «Теле2» в Саратовскую область как раз стоит в ряду этих перемен. А в вашей жизни произошли какие-нибудь перемены в последнее время? Да, безусловно. В декабре я присоединился к команде «Теле2» Саратов. И это не только серьезная перемена в жизни, но и настоящий вызов. Потому что вывод нового оператора на региональный рынок – это всегда очень амбициозная, интересная задача для любого руководителя. А что несет с собой бренд «Теле2» и какие перемены ждут абонентов в Саратовской области? Прежде всего «Теле2» как дискаунтер предлагает низкие цены на качественную мобильную связь. Уникальная модель «Теле2» позволяет нам выводить на рынок наиболее привлекательные и интересные предложения для наших абонентов. Михаил, «Теле2» приходит в наш регион со слоганом «Честно дешевле». Каким образом вам удается удерживать такие низкие цены на связь, да еще при этом в связке с честностью? Я бы разделал этот слоган на две части и вначале бы рассказал о низких ценах. «Теле2» эффективно управляет издержками. Мы не допускаем ненужных трат. Как мы любим говорить в компании, наши сотрудники не летают бизнес-классом и не живут в пятизвездочных отелях. Помимо этого мы ведем эффективную кадровую политику. У нас нет раздутых штатов, каждый сотрудник – это профессионал своего дела, и у нас нет лишних людей. Помимо этого мы очень активно и эффективно работаем с нашими партнерами. Наша служба закупки помогает нам обеспечивать низкий уровень затрат компании. Все это в совокупности приводит к тому, что наши абоненты пользуются самыми низкими ценами, самыми эффективными и интересными предложениями на рынке мобильной связи региона. Если же говорить о честности, то мы открыты, мы никогда ничего не скрываем ни от своих сотрудников, ни от партнеров, ни от государства, и уж тем более нет клиентов. В наших тарифах нет звездочек, у нас нет скрытых условий. И это философия Теледва, это то, что мы проповедуем, продвигаем в регионах присутствия. Для Саратова Теледва – это новый оператор мобильной связи. И сейчас вы знакомитесь с регионом, регион знакомится с вами. А каким видят Теледва абоненты других регионов России? Интересно было бы этот вопрос задать нашим соседям в Воронежской области, которые услугами связи Теледва пользуются давным-давно, и где компания Теледва занимает лидирующие позиции на рынке мобильной связи. Давно, это значит с 2003 года, когда Теледва пришла впервые в Россию. Это была еще шведская компания, до сих пор эти шведские европейские корни остались. Однако, в 2013 году группа ВТБ, известная группа ВТБ, выкупила российскую часть бизнеса Теледва. И в 2014 году под брендом Теледва объединились еще и несколько компаний Ростелекома, их мобильные активы, включая Нижегородскую сотовую связь, ту компанию, которая работала под брендом Ростелекома в Саратовской области. Но для нас интеграция — это не просто смена вывески, не просто смена бренда. Для нас интеграция сотовых активов Ростелекома под брендом компании Теледва — это, прежде всего, переход на новые, качественно новые бизнес-процессы. Это внедрение корпоративной культуры, это внедрение моделей дискаунтера и, соответственно, вывод новых предложений на рынок, низкая цена за качественные мобильные услуги. Вообще, в Саратовской области выпала уникальная роль. Мы первый регион из новых регионов, который запускается в этом году под брендом Теледва. А вообще, мы работаем уже более чем в 60 субъектах Российской Федерации и с нами 35 миллионов абонентов. Впечатляющие цифры. Михаил, а как будут обстоят дела с салонами связи? Появятся ли центры обслуживания клиентов и новые точки продаж? Безусловно, это одна из важнейших задач, которой сейчас мы занимаемся очень активно. Уже на протяжении достаточно долгого времени мы выйдем на рынок Саратовской области и Саратова подготовленными. К запуску, который состоится у нас 16 мая, и в этот день пройдет грандиозное масштабное мероприятие на центральной площади города, на которое я приглашаю всех жителей Саратова и Саратовской области принять участие. Так вот, к этому моменту мы будем иметь в Саратовской области 8 монобрендовых салонов и 23 точки монобрендовых модуля. Однако, до конца года количество монобрендовых салонов мы увеличим в более чем 2,5 раза и также увеличим количество монобрендовых точек. Но это то, что касается одного канала продаж. Однако, у нас есть на самом деле несколько инструментов по продвижению наших услуг и в других каналах. Это федеральные сети, это неспециализированная розница, то есть те магазины или точки, которые не занимаются продажей услуг связи напрямую. Это мерчендайзеры, а также уникальное предложение для предпринимателей Саратовской области. Мы имеем франшизу, которой могут воспользоваться наши партнеры. Так вот, таких точек до конца года в общей совокупности планируется около 400. Михаил, спасибо вам за ваши ответы на наши вопросы. Всего вам доброго и удачи в развитии в нашем регионе. Спасибо, до свидания. Что ж, 16 мая совсем близко и через месяц у каждого из нас будет возможность убедиться в том, насколько Михаил Кайгородов, региональный управляющий директор честного оператора связи Теледва Саратов, был с нами честен. А тех, кто уже готов отдать свой голос в пользу нового мобильного оператора Теледва в нашем регионе, приглашаем на проспект Кирова, где каждый может выступить сторонником низких цен и получить бонус на подключение к новому федеральному оператору. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok